Что, футбольный трюкач пришел делать в железном зале? Тренировка рук, атомный рестлера, силы и какого-то там, скажем так, объема. О, красоты! Это я его так чуть похвалил, но в последнее время он занимается футболом. Да, ну хотя он, если честно, здоровенный тип. Это даже лучше. Чуть-чуть. В обычной жизни это может пригодиться. Ну, как и футбольные трюки, думаю, да? На каждой, наверное, пьянке. Выясняет, кто сильнее. Смотри, не слушайте его. Красава. Можно заканчивать тренировку похода передач. Отожди, мы только начали. Мы прибыли к Замбулату в зал. Даже не доставали камеру, потому что боимся, что ее отнять могут. Ребят, сегодня мы приехали к Замбулату Царееву на тренировку. Это знаменитый армрестлер. И что мы будем делать? Тренировка рук армрестлера. Что я хочу от нее? То есть, чтобы это было не для армрестлинга тренировка, а как вот делают они ОФП. Мне интересно, как вы знаете, не только объемы, но и сила. А у кого самые сильные руки, это армрестлера. Погнали. Зацените, я как увидел, кроссовки у Дэна новые. Я просто, как Дэн Замбулату, хожу на тренировки всегда в новых кроссовках. У него главное условие, чтобы в новых кроссовках приходило. Это справедливо, брат. Ну привет. Ну здравствуйте. Что? Футбольный трюкач пришел делать в железном зале. Во-первых, Дэн, смотри какие руки. Обратил внимательно. Я просто так краем глаза. Интересно. Тренировка рук от армрестлера. Потому что, ну всем известно, что у вас кроме объема, у вас сильные руки. Я бы даже сказал, что объем тут это не просто второстепенная, а даже какая-то там третья, четвертвостепенная задача. Вот, вот, вот. Мне это интересно. Сила. Ну и в принципе подписчики наши смотрят, тоже интересуются все-таки более силовыми видами спорта, чем какой-то эстетикой. Ну сразу тебя спрошу. Тренировка рук для чего? Для силы. Да. Силы и какого-то там, скажем так, объема. Но это второстепенный объем, но тоже важен. Но в первую очередь сила. Сила рук, чтобы применять в других движениях. Давай, смотри, чтобы мы более точно обозначили задачи, да. Я хочу тебе кое-что быстренько так раскидать, чтобы ты понимал. Армрестлеры не тренируют руки для, как ты говоришь, для силы. Да, да, да. В обычных движениях. В бодибилдинге, еще где-то, да. То есть это другие вектора применения этой силы. Есть, конечно, какие-то базовые вещи, да, которые мы там тренируем со штангой. Но она точно такая же, как и у билдеров. Единственное, количество подходов и количество повторений, оно больше похоже на количество подходов и повторений в лифтинге. Практически все остальное делается в специальных упражнениях на специальных тренажерах. Есть разделение такое, вот ОФП и СФП? Да, конечно, конечно. Я хотел что-то такое ОФП общее. Да, я понял. Но под руки. Для рук, хорошо. Когда мы говорим под руки, мы имеем в виду предплечье, бицепс, плечевой пояс. Если мы говорим конкретно, ты говоришь там о своем и так немаленьком бицепсе, я думаю, что это будут какие-то упражнения на бицепс, плечевую мышцу и спину. Если мы говорим от предплечья, то это пальцы, кисть и пронаторы, ну, ротаторы, пронаторы, супинаторы. Плечи я тренирую отдельно, поэтому мы можем остановиться там на пару упражнений на бицепс и пару упражнений на предплечье, которыми ты поработаешь. Ну, и то есть в одну тренировку ты так компактно, сконка, на правда, чуть-чуть, но тем не менее. Все, понял. Все, начнем. Более массовое, скажем так, да? Погнали. Греемся мы как обычно. То есть специально никакого нет? Да, турничок, там пару-тройку подходов, чтобы у тебя все заработало. Забылать, скажи, а у тебя руки такого размера всегда были? Да, родился так. Нет, ну, у тебя кисти сами огромные. Ну, я боюсь, что не от природы, есть ли варианты сделать их большими? Ну, и они не такие большие на самом деле. Я знаю людей, по сравнению с которыми я выгляжу очень миниатюрно. Соски, если с какие начали бороться? Соски, если с 16. Покажу тебе пару вещей. Обычная работа на бицепс. Единственное, у тебя корпус чуть-чуть. Ну, берешь, да? Стараться, чтобы вот этого не было. В идеале. То есть, когда большой вес, ты все равно так или иначе, у тебя нагрузка переносится. Организм начинает стабилизировать всю эту систему. По повторениям сколько, понятно? Ну, если мы говорим о силовой тренировке, то это стандартно 4-8 повторений. В среднем 6. Берем и делаем 6 повторений с рабочим весом. В общем, именно наклон корпуса, да, здесь ключевая история? Да, она не то чтобы ключевая, она желательная. Раньше тоже кидал, там, с большими весами работал, но в какой-то момент понял, что правильное исполнение, пусть с меньшим весом, оно эффективнее. На пятерочке? На пятерочке, посмотри на себя, ты здоровый. Давай с десяточкой. Ты должен штангу доводить максимально, на сколько ты можешь прижать плечо, но в тот же момент это не должно быть, ну, понимаешь, да? Сколько этот дрифт? Я думаю, килограмм 8-9, наверное, не больше. Мы за 10 досчитаем. Друзья, у меня хорошие новости. 22 февраля начинается мой новый марафон подготовка к лету. Это полноценная программа тренировок, рассчитанная на 8 недель. 4 тренировки в неделю. Каждая тренировка не похожа на предыдущую. Все новое, интересное и мощное. Помимо этого, я подошел очень скарпулезно к вопросу питания. В этот раз это будет расписано на каждый прием пищи. Будет меню, завтрак, обед, ужин и так далее. Вот на 2 месяца каждый день разное меню. Что программа тренировок, что программа питания будет масштабироваться индивидуально под каждым. Если у тебя есть какие-то ограничения со здоровьем, это тоже не беда. Подберем тебе именно правильные упражнения, и ты будешь прогрессировать так же, как остальные. Что надо для тренировочного процесса? Обычный тренажерный зал. Но если вдруг у тебя дома имеется штанга, гири, гантели, ты можешь выполнять эту программу у себя дома. Не будем забывать про вес собственного тела. Это также турники, брусья, отжимания в стойке на руках. Мы охватим все, что даже не охватывается. На что направлена эта программа? Помимо того, что мы с вами увеличим силовые показатели, мы подготовим ваше тело к пляжному сезону. Я гарантирую тебе результат. Если его не будет, я готов тебе вернуть деньги. Но при условии, если ты будешь выполнять все мои рекомендации от и до, мой контроль будет 24 на 7. Так что давай врывайся, работаем вместе. Пиши в директ лично мне. Стоимость участия 2000 рублей. Мы первым 30 участникам скидка 20%. Давай не тяни, лето близко. Начинаем. 22 февраля только ты и я. Так, Замбулат, давай сразу. Вот твой рабочий вес на этом упражнении. Не такой большой, как тебе может показаться. Я думаю, что плюс-минус такой же сегодня будет, как у Дениса. Вот в таком исполнении, а это до 70 килограмм. Ну, то есть это 70. На 6 повторений. Сейчас тебе скажу, последняя тренировка, да, 72 килограмма плюс-минус. Со стараниями идеально соблюдать тех. Знаешь, Ларри Вилл? Конечно, знаю. Не видел его подъема? На самом деле я видел его подъем однажды, когда показал его силе на железном рейтинге. Да, да, да. Я тоже там же видел. Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, что... Ну, блин, ну он сильный дядька. Сильный, сильный. Сильный дядька. Но если мы говорим о идеальном исполнении этого упражнения, ну, конечно, там есть огрехи, как и у многих, не только у него. Мне, знаешь, мне вообще, в принципе, нравится, когда люди занимаются чем-то таким, что определяет их силовые или какие-то вот такие спортивные качества. Поэтому, мне кажется, это круто, и тем более, когда человек это двигает в массы, ну, это еще круче. Это я его так чуть похвалил, но в последнее время он занимается футболом. А вниз имеет значение, как это? Да, конечно, конечно, там подконтрольно, абсолютно. В какой-то период подготовки даже негативная паза, она более важная, чем позитивная. Так, это у нас получается... Это у нас получается, ну, полсенец. Семь килограмм. Сколько лет, ну, отход собственный столик? Смотри, вот это у нас УФП идет, соответственно, тренировка рук. Да. Вы, ты обычно в этот день еще специализированные упражнения делаешь? Да, это на самом деле такое, это упражнение, вокруг которого потом вот ты этим упражнением, да, там, разминаешься на турнике, потом делаешь это упражнение. Но считается, ну, как основное, да, и те мышцы, которые ты заставил работать в этих двух упражнениях, потом дорабатываются специальными упражнениями. Ты видишь, как ему кайф банки качать? Это делаю вид. Да ладно, такое не спародировать. Я думаю, что 55 бы ты сделал, ну, давай мы не будем дергать за одно место, да, судьбу. Давай мы полтинником доделаем там еще пару подходов, да, и, ну, без леков, у нас же нет задачи леков. Да, да, конечно, конечно. Да, ну, хотя он, если честно, здоровенный тип. Добрый задав. Ну, человека, не имеющего прямого отношения к этим упражнениям, очень даже вполне себе. Ну, все, локти стали вперед уходить, уже я тоже начал уставать. Больше проблема, знаешь, в чем, в кистях, нож всегда ломает. Обламывать? Да. Ну, вот это. Больше в этом проблема. Сейчас это тоже сделано. Чтобы не было изначально вот этой проблемы с обламыванием, да, ты ее изначально берешь с поломанными кистями, а потом пытаешься их завернуть. Изначально их поставь так, чтобы они были или ровно, или в позитивном углу, угле. Просто вот здесь тебе их надо будет не как ты сейчас делаешь, подворачивать, а наоборот чуть-чуть выравнивать. Сюда, да, больше сразу. Ты ее берешь вот так? Да. Вот так ее сразу, чтобы рука ровная была. Все, понял. Поразу. Все, грина. Давай, давай, давай. Давай, давай. Закинь. Закинь. И меден. Все. Блин, ну так дало, нормально. Красавчик. Можно заканчивать тренировку походу. Можно заканчивать. Мы только начали. В следующий раз я хребрю ноги качать. Вот это нормальная идея. Ну что, ребят, пишите в комментах, если хотите увидеть этого монстра армрестлинга, как он приседает, как мучается. А то не только мне страдать. Давайте, пишите в комментах, да, нет, и мы делаем. Ну как тебе вообще в целом? Да нет, прикольно всегда людям показать, скажем, таких мастеров своего дела. Ну и помимо, я для себя какие-то знания выношу, всегда приятно. С людьми, знающими свое дело, потренироваться, пообщаться, ну и что-то для себя перенять, как уже сказал. Поэтому кайф, всегда кайфую от такого времени. Замладзаскал, мы, то есть вот это можно будет примерно такой же с гантелей просто выполнять, да? Да, ну более привычное для обывателя, так скажем. Мыслеры это стараются делать за столом, они делают и так тоже, ну то есть и гантелей тоже. Но чтобы отразить какую-то там функциональную привязанность к виду спорта, я просто покажу, как это делают еще и за столом. Поэтому все по-разному делают, то сюда делает, то сюда делает, по-разному гнуться там, то все. В идеале то же самое, как мы делали с тобой, ну с небольшим наклоном, чтобы плечо было вперед, и вот к щеке, сюда. Ну то же самое здесь. Грубо говоря, это же обычный блок, то есть нужен только ремень, правильно? Да, пойди, да. Тут чуть больше 90 градусов, надо будет угол, стоишь, локоть чуть-чуть, с корпуса, так скажем. И к щеке его затягиваешь. И стараешься, чтобы это плечо не уходило назад, не заваливалось. Если там мы работали на внутреннюю, внешнюю и немного, то здесь мы работаем на плечо-лучевую мышцу и на внешнюю голову. Мы не берем вот так, мы не берем вот так, мы берем четко, чтобы рука была прямой. Ага, сюда, да? Да, вот. И стараясь не водить плечом назад, подтягивая его к плечу, к плечу, к щеке. Вот, ну, ладно, сейчас я сделаю, увидишь. Давай, на, хорош, хорош. А, значит, кирилл. Ну, плохо. Этой даже лучше, чуть-чуть вот подправить. Это что-то как-то посвежее. Хорош, пойди. А у тебя по силе разные руки? Ну, да. Ну, потому она посвежее, потому что эта рука на пуске на себя забирает. Ты все равно чуть-чуть оттягиваешься, да? Это с непривычки, я тоже так сперва делал. В идеале, вот он, вот, плечо практически не двигается. И оно вот чуть-чуть, ну, вот над локтем. Не с локтем, а над локтем. И вот она работает. А, нога туда идет, да? Да, конечно, это опорная нога, не выбираешься. И у меня они всегда, получается, когда начинает расти вес, равно плечо начинает выходить. То есть это такое, это упражнение, в которых много килограмм не сделаешь. Вот, сделай, подтяни. Во, еще сильнее. Еще сильнее. Во. Ну, это с непривычки. С одной тренировкой непривычки. До первого раза очень. В обычной жизни это может пригодиться? Ну, как и футбольные трюки, думаю, да. Не, на самом деле, я в шоке. Я вот посмотрел, я прям в ужасе был, думаю, блин, как он это сделал? Ну, реально круто, я офигел прям, действительно. Что ты говоришь, в жизни пригодится. На каждой, наверное, пьянке и так далее. Выясняет, кто сильнее. Смотри, не слушайте его. Говорит глупости. Никогда на пьянках не меряйте силами. Никогда не приводит это к хорошему результату. Не, я не призываю. Ну, если потренироваться перед этим. Да, и не пейте. Он вас плохому научит. Здравствуйте. Мне всегда так. Давай, я говорю, да, я не борюсь. Как ты? Ты же ходишь в зал, тебе надо бороться. Давай поборемся, силами померимся. А, да, у тебя были такие случаи когда-то? Да, конечно, много раз. Но ты соглашаешься или странно? Нет, я отказываюсь, отказываюсь всегда. Никогда вот просто, кто тебя провоцирует, давай. Никогда, нет. То есть, когда-то в детстве, я мог еще на это повестись, но когда ты спортсмен и пускаешься до того, что борешься с не очень трезвым и, вероятно, совершающим ошибку человеком, ну, это не дает тебе никаких плюсов. А если ты вдруг еще и проиграешь, блин, представь, что тебе будут говорить. Вот мне не нравится, что у тебя кисть вот в эту сторону. Ну, вот она, мне кажется, просто она слабая. Ну, вот за это. Тебе не кажется. Это так. Но над этим надо работать, блин. Если ты ничего специального не делаешь, то ваш сильный достанет. Да, да, да. Я понимаю, что именно в этом движении у меня вообще пробел прям огромный. Кстати, можем сейчас вот в эту сторону? Да, давай на кисти как раз. Вот на вот этот момент. Плакаю примерно вот так. И руки упираются на нее. Уже, уже, руки уже. Вот так. Хорош. Опускаешь вниз. И заворачиваешь до конца максимально. Пальцы не трогаю. Да, ничего не трогаю. Вот, да. Доставка. Еще сильнее заворачиваешь. Максимально, да. Хорошо. Тут именно многоборторка, да? У тебя должна рука прям вот, ну. Понимаешь, у меня она, в принципе, еще хорошая. Тут мы с завесом не гонимся, да? Да. Ну, гонимся, но не сегодня. Когда ты шире берешь, у тебя больше нагружаются нижние пальцы. Когда уже берешь, верхние пальцы, то есть ты ими закручиваешь. Будем брать последнего, чтобы не было. Чуть-чуть на пальцы и устраивайся. Ну, тебе не надо этого делать. Вот такая еще история. Как бы ты ни боролся, кисть это то, что начинает отказывать, в первую очередь, за столом. Тренировать кисть не имеет большого практического смысла в маленьких, ну, там, с предельным, так скажем, весом на, там, на один, два, три повторения пусть. Кисть должна работать шесть, восемь, то есть начиная от шести. Давай, давай. Давай еще раз. Не, ну, мы все, мы раскинули. Все, ну, как и да, ладно. Не работает, да? Да, лучше. Ну, что, ребята, у зомбала-то еще было приготовлено для меня не одно движение, но по своим рукам я понимаю, что надо на сегодня ограничиться. И что хочу спросить вас? Пишите в комментах. Первое, хотите видеть этого человека на тренировке? ног у меня в зале. Ну, и продолжение темы армрестлинга. Придем и уже попробуем что-нибудь побороться. Интересно вам это или нет? Жду обратный отклик в комментах. Ну, а на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Тебе огромное спасибо. Молодец. Хорошо поработал. Придешь, дам, блатно? Ну, у меня разве есть шансы. Конечно, мне теперь придется это сделать. Отлично. Всем спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки, подписочку. Все, давайте. Дальше больше. Ты все еще хочешь похудеть и привести себя в хорошую форму? Ну, у тебя нет времени или фитнес-клуб стоит каких-то нереальных денег? У нас есть решение для тебя. На нашей платформе FitStars мы подготовили для тебя более тысячи видеотренировок в формате смотри и повторяй. Включай видеотренировку на любом устройстве, будь то ноутбук, смартфон или телевизор и повторяй вслед за тренером. Уже сейчас на нашей платформе более 40 полноценных программ видеотренировок, которые помогут вам добиться поставленной цели. Если вы хотите похудеть, сделать свое тело более рельефным, накачать мышцы, улучшить здоровье вашей спины, улучшить гибкость, сесть на шпагат или выполнить зарядку в хорошей компании, то FitStars это то, что вам нужно. Программы подходят как для мужчин, так и для женщин. Вы можете заниматься на сайте fitstars.ru или в нашем мобильном приложении FitStars. И все видеотренировки доступны по единой подписке. Используйте промокод, который вы найдете в описании к этому видео и тренируйтесь на FitStars всего за 384 рубля в месяц. Новые программы выходят каждую неделю. До встречи на тренировках!